В Украине приветствуем от Полонского Бавовна. Еще одна Бавовна. Я вам еще с утра сказал, что Бавовен будет довольно много. Тут будут и фронтовые, и не фронтовые Бавовны. Но постепенно раскручиваем этот клубок, который произошел за прошедшие сутки, когда расистам был он в Пареловке. Это, как говорится, да, такое выражение по-украински. Я думаю, что все понимают. Да, так вот, друзья мои. Например, уничтожение группы российского спецназа, или же по-другому, как мы привыкли говорить, мальчиков в трусиках в Белгородской Народной Республике, которая временно, по недоразумению, находится в составе так называемой России. Почему так называемой? Потому что имя ворованное, история ворованная, а Путин, сами знаете, кто. Да, так вот, по мальчикам в трусиках. Группа расистского спецназа приперлась в дом в оккупированной Белгородской Народной Республике. Там было несколько этих бандитов. Число их не указывается. Значит, что интересно. Они залезли... Вот теперь очень такой интересный момент. Они залезли в дом, принадлежащий какой-то семье бенеристов. То есть, там жили честные люди бенеристской национальности. Ну, БНР, кто не в курсе, да? Вот. И строили свое жилье, строили, как говорится, жизнь, детей растели. Там была семья с двумя детьми. Потом что? Потом террорист Путин начинает войну против Украины. И сразу сказали, в общем, этим бенеристам, чтобы они не радовались. Потому что они в игре вот этих кремлевских бандитов, они являются бы просто расходный материал. На них их интересы, интересы народа БНР никого не интересуют. От слова вообще. И они лишатся всего. Но некоторые из этих людей, которые живут недалеко от границы с Украиной, которые всегда ездили в Украину, в тот же Харьков, ездили хоть купить нормальных продуктов, чтобы не есть вот эту мерзость, вот эту гадость, вот эту пластиковую гадину, которую там в российских этих магазинах продавались. Они ездили с нормальными продуктами. Их всегда встречали в Харьковской области хорошо. И тут же эти люди очень сильно радуются, когда по Харьковской области полетели ракеты, а в сторону Харькова пошла российская бронетехника и танки. И они думали, что это нормально. Ну что, мы там проведем спецоперацию, заберем Киев за три дня, и все закончится. В результате им надавали порылу, российским войскам. Выперли. А теперь война пришла туда, откуда она, собственно говоря, и началась. В том числе и на территорию Белгородской народной республики. И вот эти люди, которые раньше радовались, приветствовали наших мальчиков, которые идут убивать украинцев, вдруг обнаружили, что наши мальчики начали мародерить их дома. Почему? Потому что самих бонеристов аккуратно вывезли непонятно куда. Причем, знаете, каких вывозят сейчас? Детей в одну сторону, родителей в другую. Детей в концлагерь один, там родители, я не знаю, куда-то еще. Ну, как вот у нас в Херсонской области делали, да, когда она вся была оккупирована путинскими фашистами. Вот точно так же они делали. Детей завезли, больше их никто уже никогда не увидел. Им там сейчас меняют имена, фамилии. Ну, это уже известная история, это акты геноцида, которые сейчас расследуются Международным уголовным судом. Приблизительно такая же картина на сегодня в БНР. То есть, этих людей вывезли, дома от них, так сказать, освободили. Ну, Путин же сказал, что будет зона безопасности, или как он там сказал, серая зона, не знаю. Ну, вот он ее и создает на территории России. Ну, БНР считает Россией или нет, я не знаю, тут уже каждый по-своему думает. И вот, значит, путинские бандиты и террористы зашли в дом, очищенный от БНР, от жителей Белгородской Народной Республики, от их детей, но еще не очищенные от их имущества. Хе-хе! Вспоминаем Бучу, да, как расисты мародерили. В Ирпене, в Буче, в Бородянке выносили трусы, стиральные машинки, плазмы, блендеры, блендеры, блендеры. Да, они их никогда в жизни не видели, дикари. Вот, это все они выносили, значит. Сейчас пришла очередь Белгородской Народной, где они мародерят. И вот зашла, так сказать, группа спецназа. Рашисты утверждают, что в этот дом они зашли, готовясь, это в пяти километрах от границы, готовясь к заходу на территорию Украины с какими-то там своими очень такими спецназовскими целями. А я себя спрашиваю, стоп-стоп-стоп, если бы они с утра, как я тебе вот говорят, хотели бы зайти на территорию Украины, ну хрен бы они располагались в пяти километрах от границы, ну честное слово. Захэкаешься потом туда ехать, а будешь ехать на джипе к Украине, ну во-первых, засекут джип и вас укандропупят сразу, а во-вторых, ну дрон разобьет сразу же. То есть, если они действительно ставили целью перейти границу с Украиной в районе Харьковской области и там нанести какой-то нам ущерб, то выглядело бы это немножко по-другому, а располагались бы они последнюю ночь, ну совсем не в пяти километрах от границы. Вот. Поэтому вот расположились они там на ночевку, но опять же надо же понять, что наши дроны висят на территории Белгородской Народной 24-7. Всегда. Естественно, наши увидели бандитов, которые заходят в оставленные банеристами дома. Вот. Ну прилетел дрон, как говорится. И этот дом, как говорится, вот вместе с банеристами, ой, с банеристами, банеристами, слава богу, там не были. Там были путинские эти маньяки, убийцы, садисты и педофилы. И, собственно говоря, им по башке и прилетело. От дома ничего не осталось. И, ну, говорят расисты, что там четверо двухсотых этих, так сказать, спецназовцев. Вот. Ну, я не знаю, насколько это спецназовцы, спецназовцы. Вот. И насколько их там было четыре, а не больше. Потому что эта информация пока опять-таки от расистов приходит. Но. Я вам скажу одно. Скорее всего, это все-таки был спецназ по мародерству. Еще раз говорю, ряд признаков говорит мне о том, что будет спецназ-спецназ, он бы располагался где-то в другом месте. Вот. Ну, а так, как говорится, зашли в дом, начали выносить вещи. Устали, значит, паковать вещи, стомылося, да. Прилегли немножечко там почивать, наверное, еще и водочки, водовки хлебанули, как у них принято. Вот. Ну, и тут прилетел злобный украинский дрон. Продолжение следует.